Люберецкие народники стали третьими в Подмосковье. С лауреатами Московского областного открытого конкурса сольного исполнительства на струнных народных инструментах познакомилась наш корреспондент. Три струны, гриф и треугольный корпус – основные элементы любимого инструмента Елисея Царёва. На балалайке юный музыкант начал играть 8 лет назад. У меня мама в детстве, когда мне было лет 6, водила в филармонию в Москве. Я ездил, смотрел, ну, как-то посмотрел, так была балалайка. Такой, решила, мам, запиши мне куда-нибудь играть. Ну, лайк, ну, точно не помню, как я сказал. Но благодаря маме я чуть-чуть теперь играю на ней. Но проявить желание – ещё не достижение цели. На областных конкурсах Елисей занимает призовые места благодаря репетициям и тщательной работе над ошибками. Помогает юноше в этом его музыкальный наставник. Прям гвоздём поставить – бам! Как точка такая, да, тогда будет хорошо. Он всегда на сцене собирается лучше, чем в классе. Это отличительная черта настоящего артиста. Но беда или, может быть, заслуга в том, что он занимается хореографией профессионально. А это Домбра – родственник балалайки. В Древней Руси на этом музыкальном инструменте играли скоморохи. Потом Домбра была утеряна и восстановили её уже в конце 19 века. Есть тремоло по-одиночным. Вот что. Играем мы медиатором, в отличие от балалайки тоже. Балалайки играют пальцами, а мы медиатором, такой вот кровенькой штучкой. Выбрал Арсений этот инструмент из-за его загадочного звучания. Древнерусский вариант гитары он взял в руки шесть лет назад. В обучении помогает Надежда Малышкова. Она же готовит будущих домристов к конкурсам. Сейчас это очень популярный народный инструмент. Он популярен не только у нас, он популярен в Белоруссии, на Украине, но и за рубежом у нас, потому что мы ездим на международные конкурсы за рубеж. Арсений и Елисей выступают не только сольно, но и в оркестре «Русский лад». Существует коллектив уже пятый год, и столько же им руководит Валерий Калинин. Осваивать струнные народные инструменты идут все больше юных люберчан. Игрой на классической гитаре теперь никого не удивишь. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.